Приветствую! Это очередное видео на моём канале. Месяце, наверное, в марте я попробовал с помощью перекиси водорода и уксуса и воды, опять же, свои биты немножко полечить, избавить их, так скажем, от ржавчины. Нашёл я вот такой инструмент в гараже, да, и вы видите фотку в процессе и то, что после стало. То есть, в принципе, этот совет написан везде, что нам понадобится. Обязательно мерник, обязательно тара, в моём случае это бутылка от такой вот перекиси водорода, но в любом фикс прайсе, я надеюсь, в любом фикс прайсе вы можете найти. И уксус. Уксус сильный, очень вонючий, 70%. Получается он столовый, да. Уксусная пищевая, да, столовый уксус в любом магните. И пропорции я не помню, но у нас есть мерник, на нём не особо, кстати говоря, видно надписи, но я, если что, буду давать титру и комментировать всё это дело. Итак, давайте начнём. Пардон, та поглаха не подошла, она просто сюда не лезет. А резать её не хочется, она для аквариумных целей у меня взял в качестве её примера. В общем, нашёл я из-под селёдочки вот такой пластиковый контейнер. Вы можете использовать даже, в принципе, пищевой, если его потом хорошо помоете. Ну вот, показываю вам, в каком состоянии эта стамесочка. Её даже нужно будет подравнивать после того, как я с неё счищу химией ржавчину. В общем, укладываем. По идее, насколько я помню, когда я это делал в марте, по идее, всего должно быть один к одному. То есть, вода, уксус и перекись. То есть, часть этого, этого и этого всё один к одному. Давайте попробуем. Воды здесь нужно немного. В принципе, оно будет покрывать металл. Главное, чтобы покрывало металл. Главное, чтобы он был полностью погружен в наш с вами раствор. Наролил я, в общем, перекись. И примерно здесь, между риской 80 и 120 примерно где-то, ну чуть больше где-то 100 мл. Итак, выливаем это дело. Суды. Смотрю, придётся, наверное, побольше. Наливаем уксус. Вонять это дело будет, ребята, нещадно. Поэтому советую хорошо проветриваем помещение. Я в ванной, в принципе, мне не страшно. Кстати говоря, не используйте ни в коем случае металлическую посуду. Я вас предупреждал. Потому что она может прореагировать. Электричество, как вы заметили в нашем опыте, не используется. Здесь только всего лишь химия. Ну я смотрю, вроде оно покрыло. И вроде как реакция, можно сказать, даже камера не может показывать. Такая зубашина. Ну немножко сейчас ещё за кадром я долью. Смотрю, здесь не полностью погружено. И оставляем это дело на час. Где-то по 20 мг каждого долью, чтобы полностью было покрытие металлом. Поставил, в общем, я на ровное место. Потому что в раковине у меня здесь оно нормально не положилось. В общем, воняет. Будь здоров. Оставляем, ещё раз повторюсь, на целый час. Тем временем прошло полтора часа. Хлопья, я смотрю, плавают. Ржавчина отпала. В общем, достаем. Сначала сливаем, естественно, это дело в унитаз. И промываем под обычной водой из-под крана. И вот что у нас получилось. Ну, в принципе, здесь, я смотрю, ещё остались хлопья. Но такого налёта не осталось. И вот так это выглядит в конце нашего с вами видео. В принципе, я думаю, для любителя пойдёт. Можно сказать даже, что она блестит. В общем, сначала с кряблкой оставшийся хлопья ржавчины снял. Потом, естественно, протёр бумажечкой. И шуриком с насадочкой вот такой вот металлической прошёлся два раза. И вот наш с вами результатик. Выглядит неплохо. Особенно по сравнению с тем, что было. Спасибо, ребята, за внимание. И особенно за внимание.